Сегодня наша тема это брак, брак и семья. Сразу хочу сказать, что институт брака был учрежден Богом с самого начала. И это одно из очень важных моментов вообще в жизни людей. Современное общество очень легкомысленно относится вообще к браку. Люди думают, что это все, ну так, штует, знаете. И вся потом жизнь вот такая и происходит у них. Вся жизнь похожа на глупость. И знаете, проблема в том, что исправить-то зачастую ничего нельзя. Больше всего в браке, который разваливается или трещит по швам, страдают дети. Поэтому я сегодня хочу говорить слово, которое бы укрепило те браки, которые существуют уже сейчас в нашей общине. Чтобы это слово было словом назидания для тех, кто собирается создать семью. Ну и в первую очередь для тех, кто ее сегодня создает, я намекаю на Мишу и Клаву. И я искренне желаю вам, чтобы ваша семья пробыла и вошла в вечность. И чтобы ничто не могло ваш брак разломать или разрушить. Я коротко хочу сказать о тех причинах, которые влияют на отрицательное состояние в браке. Откройте у кого есть Библии книгу Экклесиаста Когелет, Передалет. Стихи с 9 по 12. Экклесиаст, 4 глава, с 9 по 12 стих. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Так же, если лежат двое, то тепло им. А одному как согреться. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скрученная не скоро порвется. Амин». Главное, я хочу, чтобы то, что останется у вас, да, в сердце вот, или в памяти. Это последние слова. Нитка, скрученная втрое, не скоро порвется. И в браке также должны быть три связи, на которых держится любой брак. И из-за отсутствия этих связей не держится основная масса браков. Когда люди решают пожениться, всеми движет вначале плоть. То есть, если, допустим, мне не нравится мой партнер, я не заинтересован вообще, чтобы с ним создавать семью. Начинается все именно вот с этого. Но не должно плотское преобладать в браке или быть главным связующим звеном. Жизнь показывает, что браки разваливаются, если люди строят именно на этом свои отношения. Я всегда задавался вопросом, почему два молодых человека, которые могут быть, ну, не знаю, вот смотришь на них, хоть картину пиши. Вот Виктор мог бы написать, он художник, профессиональный. Да? Я бы только схематически изобразил два человечка. Так вот, почему вот через полгода они вместе не могут жить? Потому что исчерпали свой ресурс. И в чем этот ресурс заключался? В телесной связи. Но дальше этого не пошло. Поэтому большая ошибка строить брак именно на этом. Конечно, это является важной частью любой семьи. Но первая и главная связь, которая должна быть, первая нитка. Это духовная составляющая. Люди должны поклоняться одному Богу. Люди должны быть объединены верой. Почему? Написано, двоим лучше, нежели одному. Что сказал Бог в книге Берешит? Леотов ли гьот ли адам левадо? Нехорошо быть человеку одному. Давайте мы, он говорит, сотворим ему помощника против него. В русском языке написано соответствующего ему. Но в Еврите написано эзеркин игдол. Если мужчина угоден Богу, жена всегда будет ему помощником. Если он правильно ходит перед Богом, если в глазах Бога его жизнь, она действительно находит благословение, тогда жена будет помогать. И если же нет, она будет противником, она будет палкой в колесе. Я искренне желаю, Михаил, чтобы твоя жизнь и чтобы твое хождение реально было в присутствии Бога. И чтобы Клавдия, она действительно была помощницей тебе во всем. И если Бог говорит, что нехорошо быть человеку одному, это правда. И поэтому мы ищем себе пару. Писание говорит, что у двоих есть доброе вознаграждение в их труде. Как это понять? Я вам хочу сказать, любой брак это работа, это труд. Люди вступают в брак и думают, как-то само собой получится. Скажите, пожалуйста, кто из нас, придя в школу, чтобы учиться, будет ходить, гулять и думать из-за того, что он находится в этом здании, он получит потом багрут? Получит или нет? Ну он же там есть, просто не слушает, просто ему это не надо. Ну он там то в буфет пойдет, то в туалет, то зайдет в класс, там посмотрит, поздоровается, спросит, манишма, там из рогатки стрельнет в кого-то, опять выйдет. Вот он придет, дайте мне багрут. Я 10 лет ходил, ну в Израиле в 12 ходят в школу, да? Ему надо вкладываться, чтобы получить, ему нужно сдать экзамены, чтобы получить. И люди почему-то думают, что создав семью и каждый, живя своей жизнью отдельной, мужчина отдельной жизнью живет, а жена отдельной, у них что-то там построится, у них будет какой-то результат, будет багрут. Откуда же он появится? Написано, должно быть вознаграждение в совместном труде, то есть каждый должен работать, вкладывать, месить раствор, если это стройка, да, класть кирпичи и так далее, если это учеба, значит сидеть и учиться. Но ты не можешь без труда построить семью. Вы, наверное, подумали про рыбку из пруда. Тоже не выловишь? Ну я точно подумал. Человек должен трудиться, и брак это та территория, на которой надо работать. А знаете, что такое работать? Это значит, не досыпать иногда, быть уставшим, потеть в поте лица, то бишь, ну и так далее. Нужна жертва, жертва. От чего-то надо в это время отказаться, чтобы здесь вложиться. И тогда будет доброе вознаграждение в труде их. Вообще вознаграждение всегда есть, но хочется, чтобы оно было добрым. Писание говорит, если один упадет, то другой поднимет товарища своего. Библия говорит, что муж и жена должны быть друзьями, должны быть товарищами. Они не должны быть врагами друг к другу. Они не должны быть чужими людьми друг к другу. Каждый со своими интересами, со своей жизнью какой-то. Ну и там иногда они вместе пересекаются в какой-то точке. Ну живут еще по одному адресу. А сегодня еще многие говорят, а зачем нам официально этот брак делать? Можно и так жить. И вот оно все вот так и получается. Потому что там внутри человек знает, он не готов взять ответственность за этот брак на себя. И поэтому он говорит глупости. И если нет никакой разницы, почему ты не хочешь документы оформить? И если ты говоришь, что нет разницы, и ты любишь и можешь жить и так, живи. Только перед государством, чтобы это была семья. Вы понимаете, благословение приходит тогда, когда все законно. Интересный момент. Вот два человека полюбили друг друга, так? И живут друг с другом. Не женаты. Не было брака. То есть нет свидетелей, перед которыми они бы сказали, я беру в жены, а я беру в мужья. Так? Как называет Библия такие отношения? Называет это блуд. И это не значит, что люди плохие или они совсем испорченные. Нет. Просто у всего есть свое определение. И это правда. Тут нельзя там, знаете, обижаться или быть недовольным. Но если эти же два человека, эти же два человека вступят в брак законно, кем они называются? Муж и жена. Вы понимаете разницу? Бог кладет свою руку на этот дом, на эту семью, на голову мужа и начинает благословлять. Он начинает изливать свое благословение на этот дом. Но если они не хотят так поступать, то Бог не благословляет просто. Он не изливает свое благословение. И тогда люди говорят, нам и так хорошо, нам не нужен Бог. Вы понимаете, человек старается на каждом этапе своей жизни доказать, не знаю себе, другим, что Бог ему не нужен. Но мне очень печально понимать, что наступит день, когда он предстанет перед Богом, хочет он этого или не хочет, верит он в это или не верит. Парадокс. Он не верит, пускай, но он предстанет перед Богом и даст ему отчет за все. Поэтому верующий человек живет с пониманием, что этот момент наступен. поэтому мы проповедуем, поэтому мы и говорим, чтобы и другие узнали. Я тоже жил до 30 лет, не зная, что все это есть. Но где-то внутри была эта потребность, как бы была эта нужда. поэтому я когда узнал вот об этом всем, да, я уже прилепился и стараюсь зубами держаться за Бога, за веру, потому что это строит мою жизнь, созидает, не разваливает, не разрушает. И если один упадет, я думаю, в нашей жизни часто происходят моменты, когда мы можем это назвать падением. То есть неудача какая-то, беда пришла или неустройство какое-то, или еще что-либо. И вот в этот момент у тебя есть партнер. До того момента, когда человек создает семью, самыми близкими его людьми являются родители. Он живет там в семье. Но Писание говорит, оставит человек, то есть мужчина, отца и мать, и прилепится к жене. На иврите написано в жену. Не к жене, а в жену. Бе и что? И для него самым близким человеком теперь должна быть жена. Но очень часто так не происходит. И поэтому усилия в браке нужно направлять на то, чтобы создавать взаимные связи. Чтобы ваш брак укреплялся. как мы укрепляем? Вот берем, допустим, не знаю, какие-то детали, начинаем их веревкой обмотать хотя бы, да, чтобы они вместе держались, ну, плот, например, сделать. Вот надо так же точно наш брак каждый день укреплять вот этими связями. И первая составляющая это духовная, это база, на которой должен строиться брак. Почему я акцентирую на этом внимание? Потому что, когда Бог сотворил человека, мы с вами об этом говорили в Йомш-Лиши, я думаю, вы хорошо помните, да, до того, как Бог вдохнул в него свой дух, он просто был из вояния из глины красной, да, глиняный вот такой болван, это был Адам, заготовка из земли. Но происходит чудо, когда Бог вдыхает свой дух в его лицо, он вдруг становится живой душой, он оживает. Если в браке будет дух Божий, ваш брак будет живым. И в вашем браке будет душа живая. Но если не будет духа, понимаете, так и останется кусок глины, мертвый вот этот голем. В Талмуде называется голем. Это первичная форма, которая нуждается в доработке, это как бы заготовка. Поэтому на русском обычно говорят глиняный болван, потому что болван или болванка это не в плане глупый, да, а тоже это первичная форма, это заготовка, исходная какая-то часть. И если брак, обратите внимание, начинается с глины, то есть с тела, да, плоть, мне нравится, я начинаю общаться, какие-то связи, надо вдохнуть туда дух, чтобы это так и не осталось мертвым. Оживить нужно. Именно Бог оживляет человека, именно Бог оживляет жизнь, именно Бог оживляет брак. И если в браке, в доме, в семье есть Господь, которому поклоняются муж и жена, этот брак будет живым. То, что будут разногласия или какие-то там ссоры, непонимания, мы вам этого не желаем, но мы же все прекрасно понимаем, что мы живые люди. Так вот, хороший брак не тот, где не ругаются. Я вообще не верю, что такие браки бывают. А если бывают, это значит людям вообще до лампочки. Что там он говорит? Даже не реагирует. Ну представьте себе. Ну это только мертвый не реагирует ни на что. Понимаете? Так вот, благословенный брак это тот брак, в котором люди умеют говорить. Через диалог решают проблему. Есть конфликт, нельзя молчать. Поэтому Клава, ты всегда корми Михаила. А потом спрашивай, что случилось. Бывает, знаете, как сестра кушать не дает, значит ходит так. А муж пришел с работы и не может врубиться вообще, понять, что происходит, что такое. Ну она думает, должен догадаться, там день, два, три, он уже похудел на 4 килограмма, никак не может понять, не доходит до него, да? И это конфликт нарастает. А надо было просто сказать, просто спросить, может быть. мужчина это тоже касается, да? Ну мужчины более примитивные вообще существа по своей природе, братья, здесь, мы более примитивные, у нас проще все, все вот эти талии, хим, процессы, тем не менее, мы тоже нуждаемся во внимании, но самое главное, в чем нуждается брак, он нуждается в любви. Писание говорит, Бог есть любовь, и если есть Бог в доме, и любовь будет, и эта любовь не будет сентиментальная, или какая-то, вот знаете, человеческая, на человеческом уровне тоже есть любовь, но она слабая, вот слово хорошее Миша подсказал, она недолговечная, она предает очень часто, а Божья любовь не предает, только себя может на алтарь положить, и вот если будет любовь, будет свет, будет понимание, всегда будет диалог, будет желание услышать, именно то, что один может поднять другого, да, этот мир как говорит, упал, добивай, ну что тебе волочить за собой 60 килограмм, хотя бы еще ногами перебирал, ну это так я говорю, да, может и сто, тяжело, но Библия говорит, что если один упадет, то другой поднимет товарища своего, вот эти отношения дружбы, братства, да, как хорошо и как приятно жить братьям вместе, это касается и дома, это касается семьи, и написано оно горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его, так же если двое лежат, то тепло им, а одному как согреться, вроде бы такая простая истина, правда, да, но действительно, вы должны согревать друг друга, согревать вниманием, пониманием, взаимным пониманием, идти навстречу друг другу, и если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, вы помните, да, когда лебедь, рак и щука не могли сдвинуть с места телегу, почему? каждый в свою сторону тянул, так вот, когда приходит враг и нападает, семейная пара должны быть вместе, заодно, один должен поддерживать другого, но не быть на стороне врага, не быть на стороне того, кто атакует дом, атакует семью, или атакует отношения, нужно держаться вместе, быть командой, и поэтому Писание говорит, нитка втрое скрученная, я не знаю, как вы, но я в своей жизни реально вот это применял даже в быту, в практике, да, то есть нитка не держит нагрузку, берешь ту же самую нитку, плетешь из трех косичку, да, вот простую заплетаешь, и каждая уже поддерживает следующую, и она не рвется, она выдерживает двойную нагрузку теперь, больше, да, поэтому брак должен держаться на духовной нитке, на душевной связи, и естественно плотская, то есть близкие взаимные отношения между мужем и женой. Евангелие от Матфея говорит, то, что Бог сочетал это в 19 главе 6 стихом написано, что Бог сочетал того человек да, не разлучает, аминь. Когда Бог сочетает брак, нельзя, чтобы его разрушал человек, что это значит, вы оба представители человеческого рода, и ты Клава, и ты Михаил. Никто из вас не может теперь этот брак разрушить, не по какой причине, как написано, только смерть может разлучить теперь вас. И я искренне желаю вам, чтобы действительно ваш брак был тройной ниткой, крепкой, здоровой, чтобы ваш брак был примером для молодых семей, которые за вами потом будут происходить. У нас община живая, люди находят друг друга, создают семьи, вот, слава тот же, если взять. Пять лет назад, вот, сочетал я Славика с Ольгой, уже второго ребенка они ждут. И мы искренне желаем вам благословения во всем, чтобы ваша жизнь была примером для других. И сейчас мы